Здравствуйте! Вы смотрите программу событий на телеканале Самары ГИС в студии Сергей Кизоркин. Главная тема дня. 11 миллиардов рублей из федерального бюджета получит Самарская область. Деньги пойдут на восстановление региональной экономики после режима самоизоляции. К пляжному сезону в Самаре быть, несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом, прибрежные территории готовят к приему отдыхающих. Два гектара сухой травы и камыша сгорели под Самарой. В районе села Лопатина пожарные боролись с огнем до самой ночи. В Самарской области уничтожили банду боевиков, которая планировала диверсии на стратегически важных объектах. Такую легенду учений разработали генералы Центрального военного округа для первого этапа летних сборов. Специальные костюмы для защиты врачей и фельдшеров скорой помощи. В рамках акции «Спасибо врачам» особое внимание уделяется медикам, которые борются с коронавирусом. Семьи с детьми дошколятами поддержат материально окоечный фонд для коронавирусных больных, расширят. Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет на этот год и на плановый период следующих двух лет. Они предусматривают увеличение доходной части почти на 11 миллиардов рублей за счет поступлений с федерального бюджета и Пенсионного фонда России. Как распределяться средства в Самарской губернской думе узнала Елена Малютина. Семьи Самарской области с детьми от трех до семи лет поддержат рублем. На это потратят более трех миллиардов трехсот пятидесяти миллионов рублей. Не останутся без помощи и семьи, в которых воспитываются дети старше семи лет. Поддержать их также предложил губернатор Дмитрий Азаров. И уже сегодня депутаты приняли соответствующий закон. Эта помощь станет неплохим подспорьем к тем средствам, которые семьям выделил президент Владимир Путин. Вы знаете, что такая мера поддержки в соответствии с посланием президента начала действовать с вчерашнего дня, с 1 июня. На месяц раньше ранее озвученных сроков по решению президента такие выплаты будут производиться и уже производятся. У нас очень неплохой здесь результат есть уже в первый день. Это важное действенное региональное дополнение к масштабным федеральным мерам. Причем некоторые наши инициативы являются уникальными среди регионов страны. Одна из основных задач областных властей – поддержать тех, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом. Дополнительные деньги из бюджета пойдут на поддержку медицинского персонала и социальных работников. 1 миллиард 734 миллиона рублей направят на создание и перепрофилирование коечного фонда больниц для коронавирусных больных. Медицинские учреждения закупят дополнительные средства индивидуальной защиты и лекарства. По словам депутатов, такая поддержка сейчас особенно важна для медиков. «Они все очень устали. Все очень устали. Они падают в омороке. В этих средствах индивидуальной защиты в костюмах находиться, я его одевал, через полтора часа, ну это в вакууме, понимаете, и все, не дышит тело. Ты мокрой становишься, очень тяжело, очень тяжело. И нагрузки очень большие. Они и устали. И, конечно, им надо и материально, и их поддерживать и морально. Впервые в бюджет Самарской области 200 миллиардов рублей. Впервые такой цифры выносили. И получили еще 10 миллиардов с федерального бюджета без возвратных средств таких, как помощь. И сегодня стало известно, что в Самарской области новый вице-губернатор. Им стал Дмитрий Кочергин, курирующий вопросы внутренней политики. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. 35 школьных новых автобусов поступили в сельские школы Самарского региона. Деньги на их закупку выделил областной бюджет. Ключи руководителям округов, в которых находятся учебные заведения, вручил губернатор Дмитрий Азаров. Свои автопарки сегодня обновили 33 школы Самарской области. За счет областного бюджета приобретено 35 автобусов для перевозки детей. Ключи руководителям образовательных округов, в которых находятся учебные заведения, передал губернатор Дмитрий Азаров. Эти автобусы, я уверен, порадуют детей. И порадуют, конечно, родителей и педагогов, которые будут чувствовать, что детки находятся в надежном, современном, новом автотранспорте. С удовольствием на нем двигаются в школу. И, конечно, с удовольствием из школы будут ехать на таких автобусах домой. Благодаря новым автобусам около полутора тысяч учеников сельских школ получат возможность не только добраться до школы, но и выезжать на спортивные и интеллектуальные соревнования, посещать экскурсии. Для нашей школы сегодня день это достаточно важно. Мы получаем новый автобус, который соответствует всем современным требованиям безопасности. У нас в штате в автопарке 4 автобуса, и один достиг уже возраста 10-летнего, 10 лет. Конечно, он подлежит замене. Этот автобус будет не только подвозить детей к месту проведения занятий, но и также для участия в спортивных мероприятиях, в предметных олимпиадах и в ради других спортивно-массовых мероприятиях. Владимир Мухин водителем школьного автобуса трудится много лет. Говорит, за эти годы сменил не одну машину. Работать за рулем современных автобусов – одно удовольствие. Все они оснащены тахографами и терминалами ГЛОНАСС. Ну, я работал на кабзике, длинный такой был, потом на пазике старого образца, потом вот на таком, и вот сейчас опять новый. Напомним, в прошлом году парк школьных автобусов уже обновлялся. Образовательные учреждения региона получили 89 машин. Виктория Шаре, События. В Самариной прищине улиц Свободы и Среднесадовое движение для пешеходов станет безопасным. Сегодня там появился новый светофор по муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения. Летом особое внимание уделено безопасности школьников на дорогах. Эта работа находится на особом контроле городских властей главы города Елены Лапушкиной. За установкой оборудования на улице Свободы наблюдала наша съемочная группа. Перекресток Среднесадовой и Свободы давно в списке потенциально опасных. Здесь часто случаются ДТП. Теперь движение станет регулируемым. Современный светофорный комплекс появился здесь по муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения. Рабочие уже установили опоры и дорожное ограждение. Теперь закрепляют светофор с обратным отчетом времени. Оборудование, естественно, современное. Оно отвечает всем требованиям ГОСТа, которые существуют на сегодняшний момент. Светофоры светодиодные. Но срок работы не менее пяти лет. Этим летом движение станет безопаснее на 33 участках городских дорог. В запланированном перечне все особо аварийные точки, указанные госавтоинспекцией. Это переходы и перекрестки, где часто случаются аварии. Сейчас бригада подрядчика одновременно трудится на нескольких объектах. В первую очередь должны установить 15 светофоров. Семь полноценных перекрестков, где перекрестки вводятся регулированные. Семь – это пешеходные переходы регулированные с кнопкой ПВО. И один светофор Т-7 в районе образовательного учреждения. Полностью завершить работы и установить все светофоры планируется до конца июня. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. В Самаре начался капремонт коллектора дождевой канализации на улице Солнечная. Поэтому на участке дороги от Шверника до 22-го портсъезда движение транспорта по направлению из города перекрыто. Как будет организовано движение на время ремонта, узнала Лариса Шлафаст. На Солнечной рабочие меняют разрушенную трубу ливневой канализации. Инженерные коммуникации пришли в негодность. На участке дороги от Шверника до 22-го портсъезда часто скапливалась вода. Новая труба имеет хорошую пропускную способность и прослужит более 50 лет. Перекладка канализации позволит передвигаться по Солнечной более комфортно и безопасно. Когда дорогу ремонтируют, всегда хорошо. Но тем более сейчас здесь вот отремонтируют, положат новый асфальт, меньше воды будет. Работы продлятся два месяца. Движение транспорта по улице Солнечной в сторону города на этот период меняться не будет. А вот в обратном направлении движение временно перекрыто. Чтобы свести неудобства для горожан к минимуму, теперь действует временная схема организации движения, исключающая часть улицы, на которой идет ремонт. Объехать ее, если требуется следовать в сторону Барбошиной поляны и проспекта Кирова, можно по Новосадовой, далее по Шверника и Солнечной. Также объезжает и общественный транспорт. Это автобусы маршрутов номер 61, 89 и 226. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии профильным службам поручено еженедельно включать в график рабочего объезда Солнечную. В объезде этот объект, да и он должен быть каждую субботу или четверг. Ну и содержание, чтобы там грязи не было, потому что, еще раз повторяю, ну, густонаселенный район. Мало того, что это Солнечные микрорайоны, более того, что это микрорайоны 5-6 просеки, которые там, он сегодня соизмеримо микрорайону Приволского, если не выше, в этой части по населению. Я бы хотел, чтобы мы понимали саму значимость и ответственность перед людьми. Для удобства жителей, которые часто пользуются общественным транспортом, принято решение организовать дополнительную временную остановку на участке объезда. Около дома Шверника-19 будет образована временная остановка на период проведения работ для того, чтобы обеспечить возможную максимальную транспортную доступность в связи с закрытием этого участка для тех, кто на маршрутах автобусных хочет добраться в сторону Полянов-Руза. С временными схемами ограничения движения и исследования общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Посты спасателей на самарских пляжах планируется установить к 15 июня. Об этом стало известно на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Песок на пляже начнут завозить в конце этой недели. Как только уровень воды понизится до отметки 29 метров. Посещать пляжи в этом году будет разрешено только при условии снятия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил особенно тщательно летом следить за торговлей на набережной. Продавать еду и напитки можно будет только на вынос. На набережной никаких столиков, никаких объектов торговли и тому подобное не было. Кроме только продажи мороженого или кофе или водичек, который идет на вынос. Никаких столиков, подчеркиваю. А теперь коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области обнаружен новый очаг бешенства. В Похвестневском районе объявлен карантин. Антиген вируса бешенства обнаружен у погибшего кота, принадлежавшего жителю села Кротово. Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы остановить распространение бешенства и ликвидировать болезнь. Раннее управление Россельхознадзора по Самарской области обнаружило очаг бешенства в Большеглушицком районе. Тогда вирус нашли у коровы. До этого очаг бешенства зафиксировали в Алексеевском районе. Вирус обнаружили у кота. Также очаг бешенства зафиксировали на территории Красноярского района. Линии речного пассажирского транспорта будут открывать в Самаре поэтапно. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Постепенное открытие пассажирского сообщения речным транспортом планируется после 7 июня, уточнили в Минтрансе Самарской области. Пока омики курсируют только до села Рождествено и к Прорану. Остальные маршруты остаются закрытыми из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Сотрудники МЧС ликвидировали крупный природный пожар рядом с южным городом. Горели 2 гектара сухой травы и камыша. Пламя тушили почти сутки. С места происшествия Анатолий Головко. Столбы густого белого дыма было видно даже из города, а вечером на горизонте появилось ярко-красное зарево. На озере Яицкое в трех километрах от села Лопатина загорелись сухая трава и камыш. Площадь, пройденная огнем, составила 2 гектара. Зона активного горения – 1700 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило примерно в 13.25, но пламя на противоположном берегу озера бушует до сих пор. Даже поздней ночью в Волжском районе горит камыш. На месте происшествия работают сотрудники. На месте происшествия работали 33 человека и 15 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений. В региональном управлении МЧС от официального комментария отказались, но пояснили, что угрозы распространения пожара на близлежащие населенные пункты не было. В общей сложности пожар тушили около 20 часов. Основная сложность заключалась в том, что пламя бушевало в труднодоступной заболоченной местности. Пожарные справились с огнем лишь сегодня утром. По словам сотрудников МЧС, обошлось без погибших и пострадавших. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. В Самарской области новый прокурор им стал Сергей Бережицкий. Назначение произошло 1 июня указом президента России Владимира Путина. Отметим, Сергей Бережицкий до этого был прокурором Оренбургской области. А в Самарской Константин Букреев. Его перевели на должность межрегионального транспортного прокурора в Москву. Кандидатура Сергея Бережицкого согласована депутатами Самарской губернской думы. В регионах по Волжье, Урале и Сибири на полигоны вышло более тысячи единиц военной техники. В Центральном военном округе начались летние учения. Все военные прошли инструктаж о соблюдении эпидемиологических требований. Артиллерийские, ракетные, танковые, мотострелковые, инженерные и другие подразделения совершают марши. В назначенные районы, на полигонах в более чем 15 регионах Центральной России в полевых условиях военнослужащие проводят занятия по тактической, огневой и другим видам боевой подготовки. В летнем периоде обучения личный состав будет выполнять задачи по боевому слаживанию в условиях, максимально приближенном к боевым, а также примет участие в тактических учениях с боевой стрельбой. Спецназ Центрального военного округа на учениях под Самарой обезвредил условных боевиков и захватил важные документы. По легенде, боевики планировали диверсии на стратегически важных объектах. Войны провели разведку местности, определили численность, состав и вооружение условного противника. Разведчики совершили скрытый марш в указанный район и организовали засаду. Когда автомобиль незаконных вооруженных формирований подошел к месту ловушки, его подорвали и уничтожили условного противника. Учения прошли на полигоне «Новая бинарадка» в Самарской области и стала первым в летнем периоде обучения 2020 года. Сегодня военные 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали передислоцировать технику на аэродром Кряж на окраине Самары. Там по традиции будут репетировать парад победы. Напомним, он пройдет в Самаре 24 июня. Такое решение принял президент Владимир Путин. Дата выбрана не случайно. Первый парад победы после Великой Отечественной войны прошел также 24 июня в 1945 году. В составе первых трех колонн на аэродром прибыли реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», гаубицы Д-30, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Ураган». Также на Тралов в ближайшее время к месту проведения тренировок будет продислоцирована гусеничная техника, самоходные тяжелые гаубицы, танки ТЭТ-72БЗ и боевые машины пехоты. Подразделения радиационно-химической и биологической защиты провели дезинфекцию тренировочной площадки, а также развернули у въезда пункты санитарной обработки техники. Сегодня мы занимаемся перемещением техники мизерной колонны к местам ее тренировок и подготовки. Личный состав мизерной колонны завершает подготовку техники, отмывают ее от пыли и грязи и занимаются подразкой. Парад Победы в Самаре пройдет на площади Куйбышев 24 июня. Во время его подготовки и проведения будет предпринят комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленный на исключение распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию помещений для проживания военнослужащих и предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен состав участников парада. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены. Мэр Йелчан, Виктория Шара, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 2724. Такие данные во вторник, 2 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В Самарской области 22 человека скончались, а 1072 выздоровели. В Самаре из стационара выписали самого маленького жителя региона, переболевшего коронавирусом, ему всего один месяц. Как сообщили врачи, малыш заразился от матери, которая тоже оказалась в больнице. Дыхательная аппаратура ребенку не понадобилась, но его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, с учетом возрастных особенностей. Сейчас и мама, и малыш выписаны домой. На лечении в детском отделении остаются 20 детей с подтвержденным коронавирусом. А сегодня индекс самоизоляции в Самаре, по данным сервисов Яндекса, на 18 часов составляет 1 балл. Это значит, что на улице очень много людей. Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный под данным об использовании разных приложений и сервисов. По среднему уровню самоизоляции Самара сейчас занимает шестое место в рейтинге среди 15 городов-миллионника. В эти выходные и в понедельник на набережной было очень много загорающих и купающихся практически, как в сезон на курортах Краснодарского края. Сегодня на улице дождь. Повлияла ли погода на количество отдыхающих, расскажет Елена Малютина. Здравствуйте, Сергей. Сейчас мы находимся на набережной. Действительно, в эти выходные здесь и яблоку негде было упасть. Но сегодня дождливая погода внесла свои коррективы в планы самарцев. Но все-таки находятся те, кто вышел на прогулку и готов покататься на велосипеде. Напомним, режим самоизоляции в Самарской области продлен до конца недели. Сергей, вам слово. Самый востребованный материал в регионе создан – надежный запас средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений. Сегодня без экипировки недопустима работа инфекционных отделений и скорой помощи. Поставки спецодежды постоянно пополняются. В этом убедился наш корреспондент Олег Зверев. Врач-кардиолог Оксана Ефимова работает в неврологическом отделении, но на время пандемии перешла на передовую борьбы с коронавирусом. В инфекционный госпиталь. Защитный костюм надевает за считанные минуты. Работать в спецодежде уже привыкла, только так можно помочь больному. Ощущение надежности – самое главное. Немножко жарковато, конечно, но все-таки самое главное – это защита. В больнице имени Середавина создан месячный запас средств индивидуальной защиты. Это костюмы, респираторы, маски, шапочки, бахилы, халаты. Ежедневно в смену на дежурство выходит порядка 700 сотрудников. За безопасность работающих в инфекционном госпитале отвечает специальная служба. По обязанности экспертов входит обеспечение сотрудников, работающих в красной зоне. Запасы защитных костюмов пополняются. В больших картонных коробках необходимая для медиков экипировка. Защитные костюмы, без которых выезд врача скорой помощи к больному коронавирусом недопустим. Средства индивидуальной защиты – самый востребованный расходный материал в больницах. Чтобы их хватило, необходимо постоянно пополнять запасы. И вот новые партии – 200 штук. Расход, к сожалению, довольно большой. Пациентов, потому что много. И из дома звонят, и из больниц перевозить переходятся. Поэтому бригады экипированы. Как минимум медицинские работники одеваются. Водители сейчас из РТ скорой помощи в основном у нас присутствуют. У них свои средства защиты. Это суточная наша норма. Огромное спасибо за это. Сутки будем жить спокойно. Поставщик гуманитарного груза «Единой России», который проводит акцию «Спасибо врачам». Акции проводятся в девяти регионах страны, которые наиболее эффективно проводят противоэпидемические мероприятия. Очень важно сказать слова «Спасибо» медицинским работникам, но вместе тем позаботиться об их здоровье. А защитные костюмы, средства индивидуальной защиты – это и есть залог здоровья наших медицинских работников. Потому что они первыми встречаются с этой инфекцией. Уже сегодня врачи и фельдшеры поедут на вызовы в новых костюмах. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Помочь может каждый. В рамках акции «Красная гвоздика» вдовы ветерана Великой Отечественной войны оказали поддержку. Ей купили все необходимые средства реабилитации. Историю про добрые сердца расскажет мэри Елчан. Слуховой аппарат, трость и кресло-коляска. Все это появилось у вдовы ветерана Галины Королевой благодаря организаторам акции «Красная гвоздика». У женщины проблемы со слухом и позвоночником. Новые средства реабилитации ей были необходимы. Подарок стал для Галины Федоровны полной неожиданностью. Ну удивление почувствую, удивление. А потом, когда сказали мне, это большая радость была для меня. Сначала удивилась, а потом обрадовалась. И до сих пор радуюсь. Благодарительная акция в Самаре проводится пятый год. Чтобы принять в ней участие, достаточно купить значок в виде красной гвоздики в торговых сетях и интернет-магазинах. Собранные средства направляют на оказание медицинской помощи ветеранам. Создали очень большой комфорт. Все вот эти вещи очень нужны. Мы совершенно не ожидали, что вообще что-то сможет нам предоставить эта организация. Поэтому огромное спасибо. В Самарской области сегодня проживают свыше 20 тысяч ветеранов-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тылов, вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной войны. 2020 год указом президента России Владимиром Путиным объявлен годом памяти и славы. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова